Тогда действительно приехали танки к Белому дому. Для того, чтобы люди все-таки понимали. Дорогие друзья, не было никакого расстрела парламента. Расстрел парламента это расстрел парламентариев. Все члени один депутат Верховного Совета не пострадал. Посмотрите на них, они все тут сидят, все в порядке. Все у них в порядке. По Белому дому было выпущено 10 болванок по верхним этажам, где заведомо не было никого, и два зажигательных снаряда. Если бы это не было сделано, то Ельцин превратился бы в Керенского, который вот тогда, в 17-м году, не решился и отдал страну во власть бандитов на 70 лет.